Продолжение следует... Ты докажешь. Вспомни, 2006 год тебе подбросили 9 штучек изделий, а вот сейчас те часики, которые не ты снял, а сняли полицейские с руки убитого Киселева. Это аргумент против тебя. Это твой пожизненный срок, что бы ты ни говорил. Мы подкинем эти часы тогда, когда мы посчитаем нужным и туда, куда мы посчитали нужным. Дальше этих оперативных сотрудников полиции интересовало следующее. Конкретно показания против Новикова. На Новикова они злы были чрезвычайны, ибо в ходе обыска на улице Коколовской были обнаружены материалы, которые свидетельствовали о наружном наблюдении службы безопасности Украины контрразведки за генералом Купринцом. Не было четко сказано этими полковниками операми, что это наш человек, это друг нашего патрона. Новикова у конец. Дальше в материалах дела изначально было видно, записано, что наличие этих материалов свидетельствует о том, что готовилось убийство генерала Купринца. Не много, не мало. Это, кстати, ходящий кошелек Авакова, если кто-то не знает. Много информации в интернете об этом, но это велика. По сути, перед тем, как делался следственный эксперимент, мне было четко указано, что мне могут подбросить часы. Либо я должен отдать пистолет. Да, господи, я пистолет и так бы отдал. Я его и сохранил для того, чтобы отдать. Но, ознакомливаясь с материалами видеонаблюдения, когда вы будете делать обыск на даче в банке, есть в шкафе, в шкафу один ящик, в котором были положены операми на случай, если я не выдам пистолет, возможно, часы, возможно, еще какие-то вещественные доказательства. И четко будет видно, и у меня вопрос. То есть я знаю, что там был положен компромат. И это было высказано мне операми. Если что-то пойдет не так, ты не признаешь то, что одно мы тебе говорим, и не отдашь оружие. Значит, мы оттуда достанем то, что мы достанем. Оружие я отдал, этот ящик не... Вы, прокурор, уважаемый, посмотрите. Я вообще, ну, для меня... Я ничего не имею против прокурора. Мне просто чисто по-человечески непонятно. Если он уст слышал в Шевченковском суде... Ну, да, переборщили операм. Гранату подкинули зря. Во время... Ну, типа, вот, ну, не клеится, понятно. Во время вручения для обвинительного заключения вы, уважаемый прокурор, ничего не верю против вас. Вы мне сами говорили... Господи, я уже сбиваюсь просто. По поводу гранаты я сказал. Просто теряю их, извините, я просто волнуюсь. Вы, кстати, можете еще хотим сказать. Вы сказали, что право много. На что вы будете посылать? Каким вопросом надо давать? Больше процентов. Что до ваших показаний, вы будете еще и вскрукать, и вы будете дать ваших путешествий, то есть ты, я бы... Я прошу вытащить, что вот на тех 18 листах Кадатайска, которые были нерассмотрены стороной объединения, при этом следователь лживо указал, что я их подал 6 декабря, через неделю после окончания до судебного следствия, было изложено, ну, все то, что связано... Вы знали ли у них прокурора? Нет, они сейчас материалы сделают. В нашей стране? В ваших странах. Абсолютно верно. На 18 листах из 16 пунктов Кадатайска. Я только сейчас, вы думаете, 26 февраля, я получила ответ следователя Чернушича о том, что, оказывается, Кадатайска были поданы 6 декабря, через неделю после того, как закончилось до судебное следствие. Это абсурд. Данные Кадатайска были переданы за несколько недель до окончания до судебного следствия моему адвокату для передачи следователям. И мой адвокат уверен, что это будет сделано. То есть, как получился этот апофеоз абсурда, что говорят, что следователь говорит, что мои Кадатайска были декабря на 6 декабря, абсолютно непонятно, но понятно, что это подлог со стороны следствия. Ну и мной были написаны неоднократные заявления в ДВР по поводу преступлений оперативных сотрудников полиции. У меня нет сомнений, что те опера, которые проводили обыск на Капеловской и похитили в первом обыске массу золотоювелирных изделий, похищенных мной разбойным путем у Юлия Черного. Эти же люди подкинули и гранату к нам в машину. У меня нет в этом малейших сомнений. Точно так же, как у меня не было малейших сомнений в том, что они выполняют свою угрозу. И если что-то, я буду давать мне такие показания в нужном ключе, в частности, касаемые Новикова, часики Киселева, снятые полицейским с убитого. Они найдутся у меня на даче, конкретно в том шкафу, в которой обыск, то есть все было под видео. Но именно то, что они сказали, что будет там, и имея это в виду, вы сами это увидите, уважаемый присяжный, и суд, как раз этот шкафчик-то меня обследовали почему-то. Но там лежал. Ну, то есть, меня об этом заранее уверовали.